Десятая глава книги пророка Даниила Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней. А в двадцать четвертый день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая медь. И голос речей его как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я голос слов его, и как только услышал голос слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на ладони рук моих. И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях Персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему передо мною, — Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало силы во мне. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне. Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня и сказал, — Не бойся, муж, желаний, мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал, — Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня. И он сказал, — Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем Персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего.